Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. А прошло время сколько? Три месяца? Ну, надо сказать, что, во-первых, встреча с тобой для нас всегда большое удовольствие и счастье, это правда. А во-вторых, ты молодец, ты повод за поводом, повод за поводом. Ну, конечно. Можно встречаться хоть еженедельно. И на этот раз, надо сказать тоже, друзья, у нас, конечно, очень интересная тема для разговора, и очень классные премьеры, и невероятно здоровские события. Ну, во-первых, будет сегодня суперэксклюзивная премьера нового клипа и песни Дениса Клявера «Холодно». Премьера только в интернете состоялась, поэтому, если вы уже смотрели, вы, конечно, видели, видели данного в эфире телеканала. Сегодня все случится впервые, эксклюзивно. И, конечно, события грядущие. 16 декабря, Вегас Сити Холл, Москва и шоу «Начнем сначала». Да. Первый сольный московский концерт. Да. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Удивительная история, ведь у тебя непрекращающиеся гастроли по всей стране, и не только в нашей стране, но, как оказалось, Москва-то оказалась обделенным городом. Ты знаешь, ну, да, я два раза делал сольники в Питере уже в сольном состоянии. Ну, в родном городе, это понятно. Да, в родном городе, безусловно. Не простили, не поняли, конечно. Ну, да, к Москве готовился, чтобы уже быть на 100% состоявшимся внутри себя, в первую очередь, по ощущению, чтобы была возможность показать, ну, законченный проект Дениса Клявера, я имею в виду такой, сформировавшийся на 100%, опять же, повторюсь. Программа называется «Начнем сначала», у меня есть песни «Начнем сначала», да, и как раз она о том, что очень важно, не забывая прошлое, не обращая внимания на какие-то мелочи, как-то развиваться в отношениях. В принципе, мне кажется, это такой некий виток и новое развитие наших отношений с моим дорогим зрителем, которые на протяжении 23-х лет, ну, не все, понятно, что, ну, так, есть и такие аксакалы, кто с 95-го года. Есть, конечно. Конечно. Ну, аксакалы в хорошем смысле. Я тоже, например, к ним отношусь. Молодая игра, ты начала при рождении. С пеленок, с пеленок, конечно. Да, это такой переход на следующий уровень, и, конечно, это будет все очень грандиозно, музыкально. Все будет вокруг музыки, в первую очередь, но со всеми возможными технологиями. Слушай, ну, скажи, пожалуйста, там 18 лет, чай вдвоем, создаем, это срок, это срок. Я до сих пор, я не верю, я смотрю, я считаю, я не верю абсолютно вот в эти цифры и числа. Пять лет уже сольной карьеры, и только сейчас, получается, да, можно сказать, ты действительно нашел себя, что ли? Ну, видишь, это нормально, потому что, в любом случае, любой проект для его формирования уходит как минимум пять лет. Ну, вот мы со Стасом в 95-м году появились, в 2001 году появился песня «Ласковая моя». Так вот, как бы, громко. То есть, по сути, на пятый, на шестой год. Несмотря на то, что, будучи в дуэте, это одна история, когда ты сольный исполнитель, это другая история. Я свою дорожку-то подприметил изначально, сразу же, встав на нее. Да и песни, по сути, песня за песней, награда за наградой. Вот, но, так уж положа руку на сердце, такая переформатирование, наверное, полное и для меня, и для зрителя произошло в этом году. Благодаря песне «Когда ты станешь большим», в этой песне заложен смысл невероятный, и в ней еще заложено для меня, как для артиста, очень важно. То есть, мое состояние сегодняшнее, музыкальное, там, я не знаю, сценическое, отцовское, понятно, я имею в виду, как личности музыкальные в том числе, она как раз отражает то, что я делал последние пять лет. Это те люди, которые приходят на концерты, сейчас уже благодаря этой песне, они же ожидают, естественно, вот такой подачи, мощной, хорошей, мужской, а там уже все готово. Мы же четыре с половиной года практически к этому готовились. Ну, на самом деле, я могу сказать тебе, что огромное количество людей, наших зрителей тоже, которые собираются отправиться на свой концерт и ждут. И, конечно, вопросы следующего характера также поступают, будет ли кто-то из приглашенных артистов. Ну, во-первых, главный вопрос, будет ли Стас Костюшкин? Нет, Стаса там не будет. Стаса не будет, потому что сольный концерт и нет. Конечно, это совершенно другая история. Но я считаю, что нужно обратить внимание на то, что ты будешь исполнять хиты группы «Чай вдвоем». Конечно. Ну, они же написаны в том числе, да, музыкально моей рукой. Да нет, круто, что песни живут. Это вообще концерт, вот почему впервые, да, все, что произошло со мной за 23 года. Такая, ну, лучшее из лучшего. И за счет того, что это все живым звуком и сегодняшним днем, это звучит совершенно актуально. Вне зависимости от песен, которые там 2 года, 4 сольно, либо это песни, которые там 15 лет, например. Очень приятно, конечно, я уже повторяю всегда, что песни живут в радиоэфирах, в сердцах людей. И мне очень приятно, что, например, песню «День рождения» знают там 14-летние ребята. Да, хотя, казалось бы, их не было. Хотя песни-то уже 15 лет. Да, 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 да. Их еще тогда не было, когда она появилась. Она реально их трогает, она реально им нравится. Вот. Но, конечно, будут гости. Я не буду говорить, кто. Это будут всеми любимые артистки, артистки и артисты. То есть на сцене, да? На сцене будут, да. Ну, мне кажется, как раз, я считаю, что, наверное, это не основной, наверное, повод, ну, если вот объявляешь концерт артистов. Ну, конечно, нет. Да, у нас такое количество сборных концертов, где, особенно сейчас, в предновогоднем состоянии, можно увидеть всех. И там по 40, по 50 великолепных исполнителей, премия за премией, награждение за награждением, плюс съемки программ новогодних, это такой калейдоскоп всеми любимых артистов. То тут как раз смысл идти принципиально погрузившись в творческую атмосферу артиста. Прошу только про одного тогда специального гостя, как мне кажется, каким он именно мог оказаться, про Михаила Захарча Шафутинского. Михаила Захарча Шафутинского на сцене его не будет. Не будет, но приглашение он получит на концерт. Ну, конечно, да, но я могу сказать, что... Можешь сказать, что он крестный папа, в том числе твой, да, потому что на его концертах когда-то выступали группы «Чай вдвоем». Безусловно, да, безусловно. Но так как это предновогодняя пора, понятно, все востребованные артисты, а мы перечисляем только востребованных и всеми любимых, конечно, они все заняты, съемки, гастроли, корпоративы. Так что я не смею никого трогать из своих коллег, приглашать, потому что заведомо понимаю, что человек оставлю неловкое положение, отказывать ему неудобно, а, в принципе, прийти он, наверное, не сможет. Но есть очень близкие мои друзья, которые вместе со мной выйдут на эту сцену. Которые отменили корпоративы, обязательно придут 16 декабря на сольный концерт Дениса Клявера. Начнем сначала. Вегас Сити Холл, если есть у вас желание, я не знаю, остались есть ли билеты, то, конечно, поторопитесь, узнаете лучше прямо сейчас, потому что времечко бежит. У нас сейчас клип, Денис, твой, кстати, «Спасем мир». Это же, кстати говоря, тоже к твоей новой, скажем, вехе относится, потому что ты режиссером уже выступаешь. Ну да, режиссером. Но я всегда, в последнее время, принимал участие однозначно в съемках, в съемочном процессе, потому что, когда ты пишешь песню, тебе, наверное... Я, как правило, даю возможность пофантазировать по режиссерам, но мое творчество, может, оно немножко отличается от общей истории. И там хочется сути добавлять, а не то, что будет отвлекать человека картинками. Я думаю, как тебе сейчас завидуют писатели, на чьи книги и романы снимаются, фильмы. Ты знаешь, я все же мечтал сниматься в кино. Нет, в кино меня периодически снимают, в телевизионных проектах, телесериальных каких-то. Но как раз в своих клипах я могу реализовать все свои актерские мечты, будучи самому в главных ролях и, по сути, сам себе режиссер. Друзья, смотрим клип Дениса Клявера, после чего продолжим наше общение. Оставайтесь с нами. Посмотри, как без тепла этот мир сходит с ума безответственно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжается программа. У нас в гостях Денис Клявер. 16 декабря сольный концерт. Начнем сначала Крокус. Вегас Сити Холл. Вегас Сити Холл. Да, но это очень важный момент, потому что люди все время спрашивают, а в каком из Вегасов? Друзья, Вегас Сити Холл, он один концертный зал. Есть много замечательных торговых центров. А вот именно концертный зал находится рядом с Крокус Сити Холл в Микинино. Да, будете покупать внимательно адрес, посмотрите, проложите маршрут. Замечательный зал, очень уютный. И в 6 часов начало тоже очень важно. Но мы пораньше сделали, в воскресенье все-таки. Ты нам рассказал о том, что будет живой звук, разумеется, а как иначе все высокотехнологично. В общем, шоу неизвестно же называется. Да, но мы с моим другом Александром Игудином, режиссером, он как раз является режиссером телевизионным этой всей замечательной истории. Вот сейчас мне очень нравится, что существуют экраны, на которых, по сути, вся проекция, все декорации, которые раньше приходили. Все, что хочешь, да. И мы сделали очень клевых, много интерактивов, взаимодействия экран с экранами. Не просто так, чтобы какие-то веселые картинки. И если говорить про концерт, я ориентировался на несколько исполнителей, которые, по сути, наверное, составляющие, у кого, кто мне больше всего нравится. Это Робби Уильямс, Джастин Тимберлейк, Nickelback, немножко Металлики. Отлично. Вот, да. Ну и в какой-то степени, ну, вот, наверное, да, основные, основные столпы, ну, Бруно Марс еще, может быть, да. Ну, вот по лайфу я имею в виду, потому что у нас там брас-секция потрясающая. И очень круто, когда современно, та же песня, там, где мы вдвоем, например, «Давай спасем мир», вроде в электронном современном звучании, там присутствуют дудки. Это такой кайф, прям и бэк-лай, бэк-лай. Ну, в общем, все, опять же, повторяюсь, но все вокруг музыки. То есть, чтобы не было песни отдельно, экраны существуют отдельно, танцоры отдельно. Мы как раз обсуждали и с великолепным балетом «Тодос», который меня поддерживает. Спасибо большое. И с Сережей Мандриком, тоже замечательный балетмейстер, у нас несколько будет коллективов принимать участие, что, ну, вот эти все истории, знаете, шпильки, чулки какие-то, вот это давайте мы не будем. Не будем? Нет, это все. Ну, то есть, у меня музыка достаточно интеллигентная, и, по-моему, мне кажется, эротика, она более всегда, если сейчас уже нас слушаю, ну что ты говоришь, эротика более фантазийная, нежели какая-нибудь такая откровенная прямо вот такая вот. То есть, и ты не будешь спускаться тут сверху, на сцену взлетать? Нет, как это? Конечно, я буду спускаться. В перьях? Ты хочешь спрашивать, да, в чем я буду? Ну, давайте, друзья, мы оставим какую-то интригу. Я буду делать все. Так все, что угодно может быть. Поверьте, это будет все вдохновлять, придавать драйв настроению, погружать в романтическое. Мы будем петь, во-первых, очень важно, ведь все мои концерты проходят в полном взаимодействии со зрителем, с первой песней. Я с уважением отношусь ко всем артистам, но лично говорить про меня, я не люблю шоу, когда ты пришел, и у тебя вот 25 минут бездейственно, без общения с залом, я имею в виду, конкретного артиста. Все по секунде отработано, да, песня из-за песни, графика за графикой, балет за балетом, ну, это как какой-то кинотеатр тогда уже получается, а не живой концерт. Ну, причастия нет, я с тобой согласна, вот у зрителя, да. Да, да, должно быть, совершенно верно, должно быть участие максимальное. Одно дело в театре, когда у тебя нету диалога со зрителем, да, но у тебя есть диалог на сцене, и это живо. Ну, сейчас актеры очень часто вступают в взаимодействие. Ну, да, просто другой разговор, песня, но песня и песня. То есть визуально это все интересно, первые 5, 6, 7, 10 минут. Дальше, конечно, хочется то, ради чего ты пришел, общение именно с артистом. Будет ли концерт дальше в Петербурге такой же? Слушай, ну, сейчас мы в этом году, мы ничего не успеваем, мы сейчас его доделывали, а в следующем году планирую большой, огромный тур по стране, естественно, с этим концертом. Мы все снимаем, обязательно в начале года, друзья, те, кто в других городах, у кого нет возможности показаться, все увидят, и в том числе на телерадиоканале «Страна.ФМ». Да, обязательно, конечно. Спасибо вам за поддержку. Ну, вот. Ну, давай теперь поговорим про твою знаковую песню, тем более она у нас сейчас появится в эфире, и клип несколько в ином формате. В общем, про песню «Когда ты станешь большим», которая в этом году, ну, действительно, она совершила практически невозможная, редкая песня, может совершить такое. Это первые места в хит-парадах, в том числе и в нашем, песня продержалась тоже длительное время. Клип замечательный совершенно, презентацию, которую ты устроил у нас в эфире, но 25 ноября всем мамам ты сделал очередной подарок. То есть песня осталась та же самая, но видео появилось совершенно другое, с мамочками. Конечно, но я просто не мог этого не сделать, потому что это было желание, пожелание всех слушателей, и в первую очередь слушательниц. Мы когда запремьерили как раз 6 октября клип с папами, вот пошел этот резонанс, и люди сами стали, сами устроили флешмоб, то есть мы ничего не должны, не прилагали никаких усилий. По всем соцсетям, везде песня, клип и фотографии, или фотографии детей, или фотографии родителей. Это вообще невероятный кайф. И буквально через несколько дней мы решили попросить всех наших замечательных подписчиков, чтобы они тоже снимали, повторяя историю клипа, я уже насчитал, наверное, больше 100 или даже 120 профессиональных съемок, вот таких вот, именно полностью в настроении этого клипа. Но нам важно было, чтобы это было от руки, дома, со своими детьми, и мы из этого хотим смонтировать видеоролик. И мне начали писать девушки. Денис, такая потрясающая песня. «Я не папа, а можно я тоже спою?» «Дради бога, это же родительская песня». «Я не папа, но я тоже принимала участие в рождении ребенка». Конечно, это же, в принципе, родительская песня. И, конечно, феномен ее для меня в том, что она, во-первых, ну, слава богу, что все-таки основные ценности живы и просто необходимы людям. Счастье, что у меня получилось найти такой ключик, чтобы это все и у меня, не у меня, а еще, конечно, у всех дорогих, любимых и пап, и мам, те, кто принимали участие в съемках клипа. Именно, конечно, благодаря их авторитету эта песня получила такой мгновенный мощнейший резонанс. Но с моим другом Рамилем Касимовым мы с режиссером снимали этот клип, и он предложил, говорит, ну, давай тогда с мамами снимать. Я говорю, давай, давай с мамами попробуем, ну, для соцсетей там на минуту как бы. И когда мы сняли Наташу Королеву, Настюшу, Славу, Инну Маликову и Катюшу Волкову, смонтировали небольшой и поняли, что нет, какие соцсети, друзья. Ну, конечно. Это должно, это другая энергетика. Абсолютно с тобой согласна. Но при этом также невероятно трогательно. Так что на День Матери ему у нас было... И как это было здорово, что именно в такой праздник это видео появилось, оно тут же разлетело в соцсетях. И мне, наверное, только человек 15 прислали это видео в различных чатах, да, когда только можно было. Счастье, счастье, да. Ну, и ты знаешь, я немножко хочу, даже не хвостостой никакой, ни в коем случае. Сейчас была Российская национальная премия Виктория. Три номинации и две награды. Да, две награды. Это... А какие в итоге получил ты? Филипп Года вместе с Филиппом. Видео Года, да, лучшее. Да, Филипп, да, Филипп, ну, цвет на стороне не синий. У нас как две, две черные, черная страна и белая, и заль, и белая. Да, да, ну, каждая на своей, естественно, истории. То, что там, безусловно, совершенно резонансная, громкая песня и клипы, и настолько там это все грандиозно. И тут на контрасте в другую сторону. Это как-то о чем? Все это такие балансы, они очень важны, нужны. И во всем должен быть баланс. И счастье для меня, что академики, а ведь именно в отличие этой премии, что это не выбор зрителя, а это профессиональный выбор академиков, музыкантов, всех, кто существует в этом бизнесе, уважаемых людей, в том числе и там программных директоров, редакторов телевидения, выбор. Ну, а за песню «Года» это, конечно, для меня был просто шок. С трудом сдерживал, честно говоря, слезы. Такие слезы искренней радости. Я же такой сентиментальный дядька. Ну, и удивление, может быть, да, где-то? Я не знал, ну, клянусь, я шел не за премии. Для меня уже то, что меня номинировали в эти номинации, хотя, опять же, скажу, что для меня самое большое признание, то, что эта песня вот таким откликом просто разлетелась по всему миру. Ну, и в данном случае такого же мнения абсолютно придерживаются, и, как ты уже сказал, и музыкальные критики, и редакторы, и так далее. Знаешь, я не хочу ни в коем случае тянуть себе от одеяло, но вот такая история была у папы с Юрой, что «Городок» вроде бы совершенно такая по-хорошему для всех программа была также оценена, ТЭФИ, это телевизионная премия, награды, тоже как лучшая юмористическая программа со стороны профессионалов. Вот мне кажется, с этой песней получился такой же резонанс, что для меня бесценно, и, конечно, папа для меня как бы человек, который стоит за моей спиной, по-хорошему он меня поддерживает, помогает, и он мне не позволяет идти на какие-то компромиссы с совестью, девальвироваться, то есть он меня вдохновляет. Против... Да, и обязывает, но обязывает развиваться. И, наверное, конечно же, благодаря вот этому внутреннему моему состоянию и происходит вот такой прогресс. И счастье, что зрители поддерживают, ценят. Спасибо большое. Я тебя искренне поздравляю с наградой, и, конечно, я хочу тебе пожелать, что впереди у тебя, пусть будет еще много достойных очень наград. Вот так же, чтобы 8 номинаций, и в 7 из них обязательно победил твой клип и твоя песня. Эта песня позволила мне быть самим собой на 100%. То есть вот это так важно. Не надевать никакую маску, не пытаться доследовать в моде и так далее. Да, не выйти из зоны гламура, но все-таки поп-культура, да, она, но все равно, я всегда делал искренне, но все равно это было немножечко как бы... Я чуть-чуть залезал в чужие штаны, по-своему. Да, старался находиться в тренде. Какое есть, такое есть, и это круто, что это так воспринимается. Ну, сейчас у нас время, друзья, прерваться для того, чтобы вы посмотрели клип, как раз «Мамы», этот самый клип, да, «Когда ты станешь большим». Ну, а после чего продолжим общаться с Денисом Клявером. Оставайтесь с нами. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Смотришь на меня без сомнения, Мол, папа, я все знаю, понимаю, все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление Для правильного движения, ведь мне не все равно. Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть, я не хочу тебя учить, Но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой дочь, когда доверишься мне, сын, Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую. Сам когда-то был на твоем месте, только поэтому Помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, Я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что, скажи свое мнение, тебе же не все равно. Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть, Я не хочу тебя учить, но Знай в любой момент, с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой дочь, когда доверишься мне, сын, Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется узнать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой дочь, когда доверишься мне, сын, Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большой дочь, когда доверишься мне, сын, Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Программа продолжается. У нас в гостях Денис Клявер. Друзья, очень скоро у нас состоится премьера клипа «Холодная». Это будет и премьера песни «Холодная», абсолютно новая работа. К ней мы чуточку позже перейдем, но сначала я хочу вот о чем спросить Дениса. Совсем недавно у тебя в социальных сетях, в твоих появилось такой пост появился, что в последнее время ты пишешь, все чаще замечаю, что больше становлюсь похож на папу. Раньше никогда не задумывался об этом. Считал много общего у нас в плане внутреннего мира, так сказать. Одинаковые привычки, повадки, манеры, но никак не внешне. Мне значит и внешне даже, да, уже тебе кажется, что с возрастом происходишь. Ну а если говорить про какие-то такие конкретные фишечки ваши личные, вот что ты полностью копироваешь у папы, скопировал? Слушай, ты знаешь, у папы очень легкий был, вот мне очень важно. У него вот эта легкость на сцене, непринужденность, не было грани у него, где он играет и где он не играет. То есть он, в принципе, вот он как вот существовал совершенно органично за кадром, он также заходил, входил в кадр, также совершенно органично, и на сцене тоже. Со своей стороны я тоже стараюсь, чтобы вот, ну это как бы в этом заключается честность и искренность. Потом, ну папа совершенно был по-хорошему бескорыстный, очень добрый человек, с таким трепетом к своим поклонникам, к любому зрителю. Для меня это так же, я не могу сказать, что я себя заставляю, нет, это просто, видимо, передалось от отца. И когда люди пишут, что я действительно становлюсь похож на папу, для меня это каждый раз прям такой комплимент, очень трогательно, очень приятно. Это, по сути, высшая оценка. Ну слушай, а мама Ирина Викторовна, она говорила тебе хоть раз когда-нибудь, что вылитый папа, копия папы, не знаю, очень похожа? Нет, ну с мамой нет, ну конечно, нет, так она, но маме сложнее заметить, как бы. Она замечает это, наверное, когда какие-то съемки. Я сам со стороны вижу только на съемках. Мое поведение, какая-то реакция, там, вот нахождение в кадре, как я живу. Вот я прям вижу, причем я же это делаю не специально, ну это логично, наверное, что мы же живем с родителями, мы воспитываемся на их поведении, не замечая этого. Но я на маму очень внешне похож, то есть я по лицу, внешне я похож на маму, даже на дедушку Витю, на маминого папу. Вот, и Тимоха, кстати, пошел туда, но и он, и, а вот и на деда тоже похож. Молодцы, как у вас все хорошо, сложно, да. Все сложно и хорошо. Как думаешь, как бы папа отреагировал на твои клипы? Ну вот если коротко, совсем без каких-то там размышлений. Я думаю, что он был бы счастлив к такому успеху и... Ну слова какие были, Илья Ильича, нашел для тебя. Молодец. Молодец, да, папа там как бы... Послушай, это самое замечательное слово, мне кажется, оно как раз вмещает в себя абсолютно все самое положительное, что можно. Ну я-то знаю смысл и цену этих слов, поэтому... Ага, то есть не так часто можно было их услышать. Ну он очень был ласковый, нежный человек, но вот я-то как раз стараюсь... У меня еще половина же мамы, вот, и я как раз, может быть, более красноречив в своих каких-то похвалах. Вот, а Батя был... Ну от этого ценнее были все и славы. В общем, да, я тебя понимаю. Давай перейдем теперь к новой работе. Хлип «Холодно». Где Денис Клявер вновь выступает в роли режиссера? Ну, правда, не один. Нет, да, вместе с Денисом Протанцевым, с моим товарищем, даже другом уже замечательный, талантливый питерский режиссер. У меня была одна идея на съемку этой песни, причем песня появилась, вышла еще в прошлом году в альбоме, но так как это очень... Ну, альбом альбомом, да, как синглом мы ее не выставляли, и у нее появился невероятный резонанс по сети, сейчас же так все просто и удобно, да, можешь... В принципе, все понятно за счет того, насколько востребован ты. И раньше ты понимал, насколько ты востребован в зависимости от редакторов, которые вдруг зашли на тебя, да, а тут... И это... Нет, это с одной стороны хорошо, с другой стороны, спасибо, есть первый источник, которому я, в принципе, не для редакторов пишу. Конечно. В первую очередь от своего сердца и для зрителя, да. Ну вот, и они отреагировали, и когда вышла песня «Когда ты станешь большим», понятно, что это сейчас невозможно ничем перебить, но развиваться-то нужно дальше. И холодно — это как раз другая краска, другая история, но уже вот в новом состоянии, совершенно без купю, без какого-то там... без глянца. То есть клип «Холодно» мы снимали на заброшенном депо в Питере, там реально было плюс два, мне реально было холодно, я специально сделал так, чтобы это было максимально реалистично. Вот. Я не очень люблю погружаться в такое состояние, это я еще испытал на... Ты имеешь в виду в физическом плане? Да, ну это же... Нет, не в физическом, не в том, что мне холодно физически. Или эмоционально именно. Конечно, конечно, естественно. Это очень... Это очень... Ну, когда погружаешься, это реально глубоко, это тебя, по сути, ранит, теребит изнутри. Ну, так как съемки были не длинные, реально было холодно, мы за три часа все успели, вот гениальность, мне кажется, как раз тут, что без каких-либо спецэффектов, просто вроде бы в одном помещении, в одной локации, но он реально держит и передает состояние человека, который оказался на краю пропасти, и вот он просто потерян, и реально не знает, что делать дальше, когда его вторая половина каким-то образом исчезла, и не знает, что они поругались. Это может быть... Каждый найдет свою историю в этой песне и в этом клипе, это абсолютно однозначно. Да, безусловно. Музыку Глеб Матвичук написал. Да, это песня Глеба Матвичука, мы как раз видели сейчас рекламу его замечательного мюзикла, я постоянно присутствую в процессе репетиции, но он мне про Глеба с Глебом дружим, он мне рассказывает, туда вложил всю свою душу, это будет очень круто, так что я со своей стороны тоже приглашаю всех на премьеру Глебу, которая состоится, по-моему, буквально через несколько дней. Да, 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 да. И эту песню, да, он мне прислал полтора года назад, говорит, Дэн, послушай, он же сам пишет песни, вообще она другая. Это он мюзиклы сочиняет. Да, мюзиклы, да. Музыку для фильмов пишет. Конечно, конечно, ну и да, это даже не обсуждается, просто говорю, что он потрясающий композитор совершенно другого жанра истории. Причем он прислал же не только музыку, он уже прислал в таком продакшене, как бы, ну вот в таком аранжировочном направлении. Там мы уже понятно, что там дорулили, я чуть-чуть дописал текст, потому что мне одного куплета не хватало. Ну, то есть их там было два, пополовиночки. Я чуть-чуть углубил вот это ини по венам, признаться боюсь, без тебя неизбежность заморозит пульс. Ну, вот это вот, мне очень понравилось его состояние, аллегория, вот это вот. Так что талантлив человек, талантлив во всем. Глеб, спасибо тебе большое за эту замечательную песню. Ты ее подарил не только мне, но и многомиллионной аудитории слушателей в данной ситуации страны АФМ. Сейчас мы увидим, друзья, премьеру клипа. Ближе к телевизорам, приемникам, гаджетам, где вы нас смотрите, слушайте, друзья. Папа-пам, запускаем. Мернемся, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но одиночество стужа наполняет меня Замедляя дыхание день от дня Незнакомые лица, где тебя мне найти? Летишь, белой птицей, далеко впереди Вновь хватаюсь за мысли, как засвет Димати Но ты как сон исчезаешь И холодно мне Холодно без тебя, что мы наделали Холодно без тебя, все во что верили Мы потеряли Любовь не вернуть никогда Холодно без тебя, что мы наделали Холодно без тебя, все во что верили Не удержали Любовь не вернусь за мысли Любовь не вернусь за мысли Любовь не вернусь за мысли Лучшее в стране Друзья, суперпремьера в эфире телерадиоканала «Страна ФМ» Денис Клявер и новый клип «Холодно» И песня Денис, я тебя поздравляю Потрясающая работа, правда? Искренне говорю Причем, понятно, как и певца, так и актерская Но рост колоссальный Колоссальный, искренне говорю После этого, я думаю, что будут предложения от режиссеров Они бедные уже, я их мучаю периодически Понятно, что я и так лезу на чужую поляну У нас такое количество замечательных артистов, актеров Ты же вроде поешь, но и пой Но мне кажется, человек должен развиваться Какую роль бы сыграл? Но какой бы согласился сразу же, просто не задумываясь? Ты знаешь, я на комедийную, на позитивное что-то А, все-таки так? Да, ну как Джеймс Бонд, понятно, мы все хотим сыграть Так, хорошо То всегда, да, на комедийную с удовольствием Но только без пошлости То есть, чтобы это было Я всегда, я готов там, извиняюсь, и в трусах побегать Но смотря, как это все подснять и в каком-то контексте Знаешь, должна быть все-таки Юмор должен быть не ниже Плинтуса А вот когда он на грани Вот это высокое искусство Мне по-хорошему, наверное, все-таки Эстрадное воспитание на папиных концертах И вообще на его опыте Он никогда себе не позволял Вот прямо реально Ни же ни он, ни Юрий Николаевич За счет этого, говорю, и было уважение и зрителей И всех Да, абсолютно точно И вся страна любила, обожала, боготворила И смотрела, не пропускала ни один выпуск И самое приятное, что продолжает Ты знаешь, счастье Да, это так Вот за это я знаю точно, что тебя тоже очень сильно любят За твою культуру, воспитание Будьте добры нам воды, пожалуйста Попросим, да, для нашего гостя Друзья, я хочу напомнить, что 16 декабря В Вегас Сити Холл состоится Первый сольный московский концерт Дениса Клявера Начнем сначала Я вот думаю, что все-таки эта фраза Немножко многих сейчас так заставляет Первый, именно то, что первый сольный московский концерт Однако это так Начнем сначала Это не значит, что мы завершили что-то старое Потому что начало-то началось все-таки Да нет, это как раз очень такое философское название Что мы как раз с Денисом Майдановым встретились А у нас с ним буквально там У нас две афиши, сверху Майданова Снизу Клявер, да Разница со временем у нас концерты должны быть Вот, и он говорит, а почему ты не назвал по хиту Я говорю, ну слушай, ну как это странно будет Называться Денис Клявер, когда ты станешь большим Ну понятно, что это песня Но название программы немножко другое Нет, ну это было бы странно, мне кажется Философский смысл заложен, да Так что это следующий уровень Переформатировали Мы все подросли, да Мы все поменялись И по-хорошему продолжаем наши отношения Уже в новой стадии Начнем сначала И я знаю, что у нас есть возможность Послушать сейчас эту самую песню Да, послушать ее «Живьем» Да, ну сейчас, правда, два часа Ну нет, уже по 15-3 У меня тут каждый день репетиции с музыкантами Но постараюсь сделать это красиво Ну это уже некая репетиция такая, скажем, своеобразная Без музыкантов Но с музыкантами 16-го декабря Да, 16-го Но сейчас все живьем Так что, друзья, в три часа А обычно артисты поют в семь Не буду кокетничать Ты и я две половины Ты и я два героя картины Вспомни, как меня покорила И любить научила Друг на друга не могли наглядеться Целовались с замиранием сердца Как же так получилось Все изменилось Вдруг Ты как самая преданная поклонница Которая знает все слова и передо мной И все Давай, как будто мы с тобою Только встретились Давай, как будто не было качали Давай, как будто в первый раз тебя увидел я И сердце мое бешено скучало Давай забудем эти ссоры из чистого листа Все с тобой начнем сначала Ты и я, все было прекрасно Ты и я, романтично и страстно Вспомни, как босиком по траве Бежали навстречу судьбе Под июльским дождем мы бродили Обнимались, смеялись, шутили Как же так получилось Все изменилось Вдруг Все стало серым вокруг Ты все Давай, как будто мы с тобою Только встретились Давай, как будто не было качали Ни слов, что бьют порой Так больно Не пусты, прости Как будто мы с тобой не замечали Давай, как будто в первый раз тебя увидел я И сердце мое бешено скучало Давай забудем эти ссоры из чистого листа Все с тобой начнем сначала Давай забудем эти ссоры из чистого листа Все с тобой начнем сначала Все с тобой начнем сначала Все с тобой начнем сначала Совсем скоро Браво, друзья! 16 декабря, страна, встречаемся в Вегас Сити Холл На сольном концерте Дениса Клявера Начнем сначала Приезжайте все города и весь, время еще есть Несколько денечков За одной подарки купите К Новому году, да! Разумеется, у нас сейчас снова музыкальная пауза Денис, это опять будешь ты Необыкновенная Замечательная песня и клип, после чего продолжим общаться Спасибо, спасибо Лучшее в стране Необыкновенная Я закровенная Законам моим всем вопреки На веки твой пленный я Необыкновенная 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 Замри Замри И просто в глаза мои посмотри Замри Я знаю, ты слышишь, как оно стучит Внутри Внутри Мы с тобой вне времени Одни Только мы одни Необыкновенная Моя сокровенная Моя сокровенная Законам моим всем вопреки На веки твой пленный я Необыкновенная Моя совершенная Моя совершенная С головой безоглядно срываюсь в любви твоей безблог Я люби Да так, чтобы без остатка сил Давай Расделим на двоих этот мир Смотри Ты просто в глаза мои посмотри И в них Все о себе прочти Необыкновенная Моя сокровенная Законам моим всем вопреки На веки твой пленный я Необыкновенная Моя совершенная С головой безоглядно срываюсь в любви твоей безблог Я Необыкновенная Моя сокровенная Законам моим всем вопреки На веки твой пленный я Необыкновенная С головой безоглядно срываюсь в любви твоей безблог Необыкновенная С головой безоглядно срываюсь в любви твоей безоглядно срываюсь в любви твоей безблог Необыкновенная Опять труба Конечно Да вот ты не поверишь Как раз концерт я его и взял Да что ты Да И 16 декабря Да Мы все увидим и услышим Ну вот слушай Увидим и услышим Да Но это буквально небольшая зарисовка У меня есть Крас песня необыкновенная В лаунж версии в таком боссе в такой кайфовой с дудкой с трубой Это я сам поиграл дома Ну так для себя по большому счету Но очень получилось очень душевно У меня даже зародилось желание сделать потом программу в таком джазовом звучании В соло будем так говорить Как интересно Да он плакт с оркестром Очень клево ложатся песни как раз в такой Ну как мне кажется Сделай пожалуйста Вот как-то берутся у тебя руки Обязательно Подари нам такое удовольствие Ну в общем нет В руки берешь Да нет Я же вообще Ну понятно что фортепиано-гитара Трубу да достал Для концерта достал Что в этот момент происходит скажи с твоей семьей Как реагирует на это Даниэль Твой пятилетний сынок А что говорит прекрасная супруга Ирина Ты знаешь об этом надо говорить Жалеют ли они в этот момент Что это папа и муж артист и музыкант Трубач да в данный момент Трубач все-таки Об этом жалела Да вообще не жалела А переживали мои соседи Когда был маленький Мы жили в двухкомнатной квартире У нас были картонные стены между соседями Конечно все это слышно было Но они мужественно терпели И сейчас я им конечно говорю уже недавно Они говорят не зря мы терпели Я говорю да спасибо вам большое Ну а так я ухожу к себе в студии Никто меня не слышит не видит И вообще очень важное Видит уже потом результат только Да результат Ну результат совсем скоро Все увидят и услышат Надеюсь Я имею ввиду в плане трубы Потому что для меня это самый волнительный инструмент Так как там знаешь на гитаре На рояле нажал ноту Она звучит А здесь ее вроде нужно еще Помимо того что нажать Так ее надо еще и издать А издается за счет губ Бывают такие звуки Ну так что будем надеяться Называются они киксы Будем надеяться что их не будет На трубе Обязательно понаблюдать И посмотреть и послушать За этим моментом особенно внимательно Не хочу немножко поговорить Про твою супругу Про Ирину Спасибо Мы всегда о ней вспоминаем Всегда собираемся когда с тобой Потому что очень красивая пара Я не устану об этом говорить Я думаю многие Такого же мнения придерживаются Она у тебя ну понятно Очень красивая невероятная И ну умница Она постоянно занимается саморазвитием Духовной практики Ну не только самая Но и всех нас да И практики Даже встречи уже какие-то организовываются Психологии Именно женские Да женские Но это же здорово Потому что она тоже по своей сути Созидатель Ириша И она старается Ну так все философски подходить К каким-то эмоциональным моментам Ну слушай Ну как вот она пишет у себя в соцсетях Сегодня утром чуть не потеряла сознание После динамической медитации Голова поехала Тело не слушалось Но в этом и вся суть Выйти за свои рамки и ограничения Как часто ты замечаешь Вот супругу свою В момент Ну а это опять же наверное У каждого свой творческий интимный процесс Существования Потому что я на студии Где меня никто не видит А она у себя в кабинете В ее В эзотерических вот этих состояниях Медитативных Которые Ну это очень круто На самом деле Если научиться Отключать эмоции Перестраивать Ну себя На другой какой-то уровень Это такие практики Очень важные Очень нужные И по-другому Смотришь потом на жизнь Ну как-то я Она Просто к этому пришла За счет Внутри Состояние С одной стороны И А ты А я к этому пришел Наверное Метод Знаешь Как научился На войне Прямо Ну то есть За счет того Что из 20 лет Я постоянно по стране Огромное количество людей Представляешь Какое количество людей Я в своей жизни видел Да конечно И общался То есть по сути Любой артист Он тоже хороший психолог Он по психотипу человека Может определить Сразу же там Все его плюсы Все его минусы Он знает Ну и как с ним себя вести Найти такой некий ключик Вот И ко всем этим Наверное Вещам В первую очередь Умение Контролировать Свои эмоции К этому конечно Пришел за счет практики Ну вот именно живой Хорошо А значит Медитация тебе в общем-то И не нужна Да нет Не то что не нужна Я бы не проще Понимаешь Но Сейчас просто не хватает Времени на то Чтобы там Абстрагироваться Очень много всего Вот сейчас вот Закончится сольный концерт Новогодние корпоративы И Дедушка Мороз К нам придет Мы с ним вместе Встретим Новый год Как обычно на работе А потом помедитируем Про Новый год Давай тогда Конечно Раз уже затронули эту тему Всем уже понятно Что ты будешь работать В новогоднюю ночь Ну это такая Даже не работает Это такая радость Мне кажется Традиционно Для артистов Мне как раз Очень нравится И для меня Новый год начинается Вот когда уже В пять часов дня Все проснулись Первого достают Оливье Включают телевизор Все вот эти передачи В том числе Фильмы обязательно Фильмы обязательно Надо кстати Телевизор мне купить У меня телевизор Большой ребенок Разбил Четыре года назад А мы телевизор Вообще не смотрим Да Ну потому что В часть нового года Нужно все таки купить Чтобы посмотреть Любимые старые фильмы Надо в зале Повесить большой телек Чтобы посмотреть Новогодние программы Ну давай Первое января Пять утра Денис Клявер просыпается Пять вечера Опять вечера Да Естественно Господи боже мой Пять утра Конечно Что первое Ложка тянется К чему Там же оливье Пенегрет Селедочка под шубой Мимоза Ай Слюбки потекли Можно Можно Вот это все Что в Новый год Можно и нужно Так так конечно Я себе не позволяю Этого И ко всему тянется И как раз Мне кажется Эта еда еще вкуснее Становится За то Как после того Как она полежала Чуть-чуть В холодильнике Желательно конечно Тебе же в детстве Приходил Дед Мороз Ну или ты на елку К нему посещал Приходил Дед Мороз И да и сейчас Мы все его ждем Ты во сколько Понял что Дед Мороз Ты знаешь Я как-то Даже не хочу произносить А потом дети смотрят Да я не хочу Для меня он все равно Существует В каком-то В какой-то другой В каком-то другом Пространстве Помнишь какую-то Необычную встречу с ним Может быть что-то было Кстати папа Приходил тебе Ввидеть Деда Мороза Ну наверное да Но я никогда Его не узнавал Да Я ходил очень много На елки Вот эти все новогодние Конечно же Как любой ребенок И в том числе Папа там тоже выступал Ты читал стихи Или пел песни Что обычно делал Нет я ходил как ребенок Я знаю да Ну а ты за подарок Разве не нужно было Ничего делал читать На елках нет Но ты же приходишь По билетику Тебе дают Самое главное Чтобы дали вот этот набор Да По билетам Набор ты идешь в зал Садишься смотришь Какие костюмы были у тебя У меня Ну зайчик Не знаю Снеговичок В детском саду Зайчиком я был Зайчиком Зайчиком был Конечно же С девушками Я помню Снеговичком не был Был морячком я еще Ой какая прелесть Прелесть Ну а мы все Либо зайчиком Либо морячком Вариантов немного Ну хорошо Скажи пожалуйста Дед Мороз к Даниэлю придет В этом году Да Да И он очень хорошо Домой придет Или Даниэль пойдет К нему на елку На елку он сходит К нему Домой придет Мы уже елку нарядили Давно В начале декабря Молодцы Правильно Такой единственный праздник Светлый Приятный Действительно По хорошему В сказку веришь Конечно Вот И вот это Праздничное убранство Дома Оно так греет В наше непростое Время Хотя в любом случае Мне кажется Никогда не будет Простого времени Надо просто находить Вот эти балансы Между позитивом Негативом Ценности выявлять Какие для тебя важные В этой жизни И тогда будет все здорово Что дарить будем Даниэлю Даниэлю? Да Ну слушай Там большой Ну он так достаточно скромно На какие-то машинки Пока мы еще не определились Надо письмо написать Сейчас Кстати это очень важно Да Ну сейчас Сейчас концерт пройдет И все напишем Отправим Доставим Скажи пожалуйста Планируете ли вы в новом году Пополнение в семействе? Да откуда мы же Это только вопрос Всевышнего Ну маловато Согласись Сколько у тебя трое Еще до Уриша Дочка То есть четверо детей Да маловато конечно Естественно Нет ты знаешь Потом Даниэль уже подрастает А маленький Да там уже внуки пойдут скоро Тимофей уже встречается? Нет Тимофея у девушки Как таковой Постоянной нету Нет Он как раз Я думаю Вряд ли в ближайшее время Сделает Это даже странно Странно звучит Наверное Да К этому подходит Все про меня Я имею ввиду Про дедушку Про себя А как тебе кажется Какой ты будешь дедом? Да такой же Господи Я обожаю детей Ты обожаешь детей Но внуков-то обычно Еще больше любят Да Не знаю Мне просто повезло Знаете Бывает если совсем В раннем возрасте У тебя появился ребенок А у меня же и сын И дочки И совсем Уже в достаточно зрелом возрасте В моем появился Тоже малыш Я к ним Ко всем трепетно отношусь И относился Так что какой я буду дедушка Я надеюсь пойму Не в ближайшие 10 лет Давай мы Ну и мы тоже увидим Мы узнаем об этом Я думаю что ты тоже Так же достаточно искренне Обязательно об этом расскажешь Конечно Я тебя искренне благодарю За нашу сегодняшнюю встречу Спасибо тебе Я тебя благодарю В этом году Конечно за твою Блистательную работу В том числе Когда ты станешь большим Спасибо Потому что это большой подарок Всем родителям Всем детям Нашей огромнейшей страны И ближнего зарубежья И по всему миру Впереди сольный концерт Я конечно желаю тебе Аншлага И потрясающего Начала Начатия с начала Потрясающего Переформатироваться Совместисем Да я уверен что так и будет Спасибо В новом году пусть тебя ждут победы И такие же еще лучшие Музыкальные творческие работы Ну я хочу попросить тебя А также поздравить наших зрителей И слушателей С наступающим Новым годом Да я Ну в общем Я через тебя Я тебя поздравлю Давай Да друзья Хочу пожелать тебе Следующий год У меня уже такой традиционный Знаешь Поскольку год свиньи Пускай Понятно что Всех вещей Которые самые важные Мирного неба Нам в первую очередь Конечно же Над головой Вот Ну а поскольку Год свиньи Чтобы свинью Если год ишь подкинул То пускай это будет копилочка Вот такая жирненькая Набитая До краев монетами Чтобы все ваши желания Какие бы вы захотели Могли себе позволить Вот искренне От души желаю Ну и любви конечно большой Так как это смысл жизни Спасибо Денис Денис Клявер У нас в гостях Мы всегда тебя рады И ждем Спасибо Спасибо Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ